Так, с антибиотиками и, кстати говоря, дозировка препаратов и их метаболизм тоже к этому относятся. Каждый раз, когда мы с вами пишем сетку суточного мониторинга и назначений, мы должны все еще раз перепроверить, какая доза, какой вес. Он может измениться, он может стать больше-меньше, ногу отрезали, вес стал меньше. Видимо, нужно посчитать, что вес стал меньше и перечитать все дозы препаратов. Опять-таки, дозу проверили хорошо, но некоторые препараты, там, риммерон раз в 72 часа, некоторые получают стероиды, например, какой-то короткий, длинный промежуток времени между приемами, или кошки аспирин, кошки эклопидогриль. Нужно проверять, точно ли в этот день нужно давать таблетку. Просто это те грабли, на которые мы наступаем регулярно. Как-то бездумно переписали, а потом, ой, что-то, наверное, кошка наша аспирина-то много получила, частенько. Нехорошо. Если есть нарушение функции почек и печени, то понятно, что некоторые седатики пациентам с гепатоэнцефалопатией, такие как Веттранквил, очевидно, не показаны. Что у них может быть замедлен метаболизм некоторых препаратов для анестезии, например, таких, как залетил, которому вынуждены вводить за неимением ничего лучшего. Если у нас есть у пациента нарушение функции почек, то стоит задуматься, стоит ли им применять, например, нестероидные противовоспалительные средства, уменьшать их дозу или не применять вовсе. Антибиотики, такие как аминогликозиды и ванкомицин, которые тоже влияют на функцию почек. Ну и сочетание препаратов. Если мы понимаем, что наш пациент получает много каких-то седатиков, например, то очевидно, что их суммарная доза будет больше. Или, например, один доктор назначил аминокапроновую кислоту, а второй пришел и назначил тронексам, потому что он считает, что это круче. То не надо их вводить тоже параллельно, потому что так бывает, что это подтягивается откуда-то из назначений, мы это переписываем или кто-то другой переписывает, но это достаточно глупо. Каждый раз перепроверяйте критически свои назначения. Хороши не те, из которых нечего добавить, а те, из которых нечего убрать. Поэтому еще раз и еще раз это пересматривайте. Ну и мы такому уже лайтовому перешли. То, что нужно ухаживать за пациенту. Такой версии лайт нашего уже перечня. Это санация ран и замена повязок. Отдельный пункт, поскольку он очень важен. Если у нас есть какие-то швы, то их нужно обрабатывать и включать обязательно в ежедневный мониторинг, их осмотр. Есть хирурга, позовите хирурга. Есть хирург, позовите хирурга, чтобы он тоже посмотрел. Если есть катетеры, то, чтобы они не тромбировались, их, особенно центральные и длинные, нужно гипоренизировать. Если у пациента есть центральный катетер, то можно задумываться о том, чтобы назначить ему тромбопрофилактику каким-то низкомолекулярным гепарином, например, фрагмином. Ну и все повязки, понятное дело, должны быть чистыми и сухими. У нас принято осматривать повязки всех катетеров, в том числе периферических, венозных, раз в сутки, как минимум. В некотором случае даже два раза в сутки, и все это перевязывать, осматривать снова, чтобы не было покраснений. И если что-то нам не нравится, то удалять эти катетеры, трубки и так далее. Поскольку все меняется катастрофически быстро, к несчастью. То есть мы знаем, что мы вчера поставили катетер, а сегодня уже он покраснел, и его лучше удалить, потому что ввели какой-нибудь раздражающий препарат, собака разлезала, разорвала и так далее. За этим нужно следить, и это нужно включать в свой перечень ежедневного мониторинга. Туда же относится обеспечение подвижности, что мы уже с вами проговорили про кошек, и прогулки для собак. Если они долго живут в клинике, то им наверняка хочется погулять, подышать воздухом, может быть даже поиграть или что-то такое. Если наш пациент лежачий, то в таком случае как ему обеспечить эмоцион? Это должно быть что-то вроде физиотерапии, то есть какие-то пассивные движения в суставах, это массаж конечностей, это перевороты обязательные, мягкая подстилка. Но это в большей степени уже относится к заботливому отношению к животному. Должно быть удобное положение тела. Понятно, что если собака лежит и не может там пошевелиться в силу своей болезни, то нужно, чтобы у нее было выбрямлено швей, чтобы у нее была какая-то мягкая подстилка, которая нигде не давит, чтобы она была сухая и чистая. Поскольку это не менее важно, чем то, что мы с вами делаем все остальное. Понятно, что это может сказаться и на исходе нашего лечения, просто потому что не то, что ему даже было некомфортно, это было даже опасно для пациента. То есть начались какие-нибудь пролежни, потому что мы его редко переворачивали. Или случилась аспирация. То есть важно следить за положением пациента и его комфортом. Чтобы минимизировать стресс, мы знаем, что можно назначать какие-то антидепрессанты, седативные препараты. Желательно, чтобы были какие-то поддержки циркадных ритмов. Это очень важно и для нас с вами, и для собак с кошками. Мы сейчас, видите, поели, и вот эти 2-4 часа – это самое сонное время у человека. Послеобеденный сон никто не отменял, поэтому нам сейчас так с вами непросто. Так вот, циркадные ритмы как бы решают все за нас даже. Здесь не во мне дело, я буду так считать. Если есть возможность погасить свет в стационаре на ночь, то нужно это сделать, чтобы кошки и собаки тоже отдохнули. Какой-то контакт между собой и с владельцем, которого они так любят, крайне желателен. Более того, если наша кошка не ест у нас в стационаре, то с владельцем она, например, поела. Мы понимаем, что она стрессует, и все может быть даже лучше. Если мы ее выпишем домой, то ей будет лучше. И как пример бережного отношения, это, например, такая собачка, которая не могла спать в клетке, потому что у нее был вестибулярный синдром, у нее менингит. И она ее крутила. Но вот так вот в заботливых руках Лиза Васечкина, он так вот отсыпался на передачу смены таким солдатиком. То есть его перестало крутить, и он мог поспать. Понятно, что его там можно заворачивать в какие-то пеленки, чтобы он не бился, не крутился. Но вот такой способ тоже крайне возможен. И дома для кошек. Это тоже полезное устройство в стационаре. Потому что так гораздо менее страшно. Потому что так кошка прячется, у нее есть свое укрытие, и они так чувствуют себя гораздо-гораздо лучше, поверьте. Но иногда важно остановиться в своем мониторинге, действительно. Ему особо сильно не навязываться, если наш пациент уже поправляется. Спасибо большое. Спасибо.